Друзья, привет. Ловите еще один брикетный эксперимент. В комментариях некоторые умники часто пишут, зачем ты добавляешь бумагу, ведь если давить домкратом, то пилки прессуются и так, бумага не нужна. Давайте в этом видео проверим, так ли это. И даже для этого дела я расхарчевал свой любимый пресс. Вот так он выглядит сейчас. Сварил вот такой турничок, в который будет упираться вверх домкрата. Сделал вот такой пуансон из двух поршней сварил. Зиловский и ураловский. Один больше, другой чуть меньше. Обточил их и будет он работать как пуансон. Вот так в дырочку входит. И выходит. Замечательно выходит. Также нижнюю планочку тоже усилил. Варил жесткость, добавил ручку. Все должно быть путем. А давить будем вот таким домкратиком для начала. Это обычный параллелограмм с моей семерочки. Несмотря на свой вид, он отлично давит. Поднимает не только семерку, но и волжану, и даже уазик. Итак, берем опилочки. Заливаем их кипяточком. В кастрюле вот такой вот. И даем отстояться, ну хотя бы полчасика, чтобы они немножко разбухли. Ну вот, время пролетело. Приступаем к прессовке. Засыпаем цилиндр опилки, который уже немного распухли. Вода для спор горячая. Руками их брать неудобно. Так что засыпаем мастерком. Теперь устанавливаем наш плансончик. Ураловским поршнем вниз. Ну а сверху заряжаем домкрат. И приступаем к давке. И вот на 150 мм мы прошли. Сдавили. Снимаем домкрат. И смотрим, что у нас получается. Получается какая-то херня. Выходит не брикет, а высыпается то, что мы туда засыпали. Ладно. Без молотка и мата никуда. Вот что у нас получилось. Похоже это на брикет. По-моему нет. Обычный был на 32, с левой резьбой. Все, что мы получили. Так что, ребятки, прежде чем писать каменты, подумайте. Вот. Но ничего не остается, как перейти к классике. Берем бумагу. Вот такой злой инструмент. И понеслась. Делаем из нее кашу. Мавашу. И вот бумажная каша готова. Добавляем опилочки. И смесь готова для прессовки. И прессовать ее будем так же, тем же домкратом. На том же прессе, разумеется. Вот так как она уже остыла, можно забивать ее руками. Так намного удобней. Целиндр забит. Устанавливаем план сончик. Прижимаем фигонца руками. Далее тулим домкратик. И приступаем. А чем тут все это придавливаем. И смотрим, что у нас получится в итоге. Кресок обычно болтается. Нас там мало волнует. Нам не привыкать. Да, с домкратом, конечно, та еще морока. Процесс давления по времени увеличивается раз в 10. То есть 15. Давайте, наверное, немножко ускоримся. Я понимаю, конечно, что на работающего человека можно смотреть бесконечно. Ну, тех же никогда нет на это времени. Процесс завершен. На 150 мм мы задавили. Посмотрим, что у нас получилось. Снимаем домкрат. Опять не можем обойтись без молотка и какой-то матери. И получаем вот такую красоту. Вот что значит бумага. Просто песня. А теперь берем вот такой вот гидравлический домкратик на 4 тонны. И будем пробовать, как же он давит. Сравним. Все как обычно. Первое забиваем цилиндр нашей каши. Опять же, устанавливаем пуансон. Сверхоза его прижимаем. Все пошло по накатанной, по направляющей, а не наперекосяк. Ставим домкратик. И начинаем кочегарить. Я думаю, вам видно, насколько веселее идет работа. Да, гидравлическая, это, конечно же, вещь. Никуда же спорить не надо. Последние миллиметры. И вот готово. Мы его дожали. Снимаем давление. Убираем кротец. Опять же, при помощи молотка и какой-то матери достаем наш брикет. Вот такая красотичка получилась. Плотненькие, счетенькие. Загляденье просто. Мы приступаем к прессовке. Забиваем цилиндр нашей смесью опилочно-бумажной. И понеслась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok И вот так выглядит партия готовых брикетов Я думаю вряд ли кто-то догадается Какой брикет прессовался рычагом Какой винтовым домкратом, а какой гидравликой Нам лишь осталось дождаться Когда они высохнут И посмотреть как же они будут гореть Будет ли там разница А вы пока напишите свою версию в каменках Брикеты подсохли Имеют вот такой вид И пришла пора проводить испытания И для сравнения мы возьмем старые брикеты прошлогодние Которые мы довели рычагом И посмотрим в чем же разница А испытания будем проводить Вот в таком месте Рядом с водой Последний день лета Он еще купается На термометре плюс 35 А мы будем костер зажигать Ждем пока он прогорит На этом обычно уходит 5 минут Ветки быстро горят В отличии от брикетов А мы пока полюбуемся горячими девушками И в купальниках Ветка все разгорел Пришла пора испытаний Берем наши брикетики И ставим их в огонь Итак, слева у нас брикеты Которые мы довели рычагом Посередине у нас брикеты из картошки Которые мы довели уже домкратом И справа у нас брикеты из опилок Которые мы довели домкратом Итак, отбиваем время На часах у нас 13.57 Последний день лета Поехали Брикетики потихоньку разыграются А мы пока скупаемся Пока еще тепло И водичка еще ничего И вот пока плавали Прошло полчаса На часах 14.28 Смотрим, что у нас по брикетам Они сгорели Почти наполовину Как видим, идут в принципе Ноздря в ноздрю Ну и пока брикеты горят Давайте еще насладимся созерцанием Последнего дня лета 2020 31 августа Подписывайтесь на канал И вот на часах 14.57 и у нас такая картина. Брикеты сгорели почти полностью, независимо от того ручную прессовали или же при помощи домкрата. Все одинаково, но пилочный брикет они всегда сгорают быстрее всех. А вот брикеты с кожуры еще очень даже ничего, но по сути они еще будут гореть как минимум полчаса, давать много жара. Такие вот дела. Да, правду говорят. Лучше летом у костра, чем зимой на солнце. Хотя, как мы видим, лето уже кончается. И пришла пора усиленно заготавливать брикеты. Как это делать, можно увидеть из видео на моем канале, если посмотрите весь плейлист, в котором можно увидеть, там можно делать брикеты из всего чего угодно. Но если вам все равно что-то будет неясно, то задавайте вопросы в комментариях. И всем попа, и всем тепла. Информация к размышлению. Вот такой пепел остается после сгорания от брикетов. Как видите, он полностью угодно к употреблению. Из него можно сделать и цемент, ну в смысле цементный раствор для штукатурки. Можно и стирать, и сразу же идет на удобрение. А вот такой уголь остается после веток. Как видите, его еще нужно молоть, дожигать. Как-то так. Я думаю, вы поняли, в чем разница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА